Всем здравствуйте! Я Айсель Исмаилова, методист и преподаватель русского языка и литературы в Таим. Сегодня я хочу вам представить вопрос, который я перевела из нового сборника тестов по куррикулу на азербайджанском языке и хотела бы его сегодня вместе с вами разобрать. Давайте начнем. Условие такое. Определите ситуацию, в которой учитель допускает ошибку. То есть нам нужно найти там, где учитель не способствует развитию детей или наоборот где-то она может быть относится к ним плохо или то, что не соответствует, так скажем, нормам куррикулу. Начнем. Вариант А. Путем наблюдения учитель регулярно определяет понимание учениками и корректирует урок, чтобы устранить неправильные представления и способствовать более глубокому обучению. Данная ситуация верная, то есть здесь проблем нет. Давайте я разъясню почему. Наблюдение это метод формативного оценивания считается и вообще наблюдение всегда эффективно использовать для того, чтобы узнать потребности учащихся в классе, чтобы узнать где они затрудняются, в чем они нуждаются и на что нужно обратить внимание. Здесь она наблюдает регулярно, это тоже плюс, чтобы определить, понимают ли ученики информацию и на основе вот этой информации полученной она корректирует урок. То есть преподаватель все очень правильно здесь делает, чтобы устранить неправильные представления и способствовать более глубокому обучению. Данная, вообще данный подход, данное явление, оно очень правильное. То есть когда учитель наблюдает, она уже знает, что делать дальше, в чем нуждаются ученики. То есть здесь все правильно. Вариант Б. Учитель тщательно планирует урок, следит за его соответствием и стандарт, следит его соответствием стандарта и устраняет препятствия для эффективного обучения. Данная ситуация тоже все, тут все правильно, тоже верная ситуация. Учитель тщательно планирует урок, абсолютно верно. Когда мы планируем урок, мы должны сделать это тщательно, следит за его соответствием стандартам. Подстандарты, основные стандарты, это все государственное требование. И когда мы планируем урок, желательно, нежелательно, а даже обязательно, чтобы все соответствовало тому, что требует от нас государство. То есть тут тоже все правильно. И она устраняет препятствия для эффективного обучения. Когда учитель планирует урок, она должна заранее уже понять, например, по теме урока, я имею ввиду и по содержанию, и по поведению вообще, с какими трудностями могут столкнуться ученики и с какими сложностями может столкнуться сам учитель. И она уже заранее должна подготовить для этого какие-то меры, какие-то там правила, чтобы они устранить это. И урок прошел эффективно. То есть тут тоже все правильно. Вариант С. Учитель ясно передает учащимся инструкции и концепции в увлекательном стиле и используя приемы. Обязательно правила, процедуры, ожидания, они нужны. Плюс, когда я даю ученикам задания, я должна давать определенные инструкции, чтобы они это выполняли. Но когда это выглядит слишком обременяюще и когда это выглядит даже угрожающе, у человека появляются защитные механизмы. То есть он чувствует, что ему нужно защищаться, и поэтому он не может полностью отдаться в процесс обучения. А когда это делается в увлекательном стиле, используя различные приемы, это наоборот облегчает ситуацию, дети более расслаблены и принимают инструкции качественно. То есть данная ситуация тоже верная. Вариант Д. При участии учащихся, преподаватели определяют для них нормы поведения. Это тоже верно, абсолютно, то есть важно, прям must have. Вы должны определить нормы поведения. Ученик должен знать, какое поведение допускается в классе и в школе вообще, а какое недопустимо. Он должен четко понимать, что его ждет за нарушение правила и что его ждет за соблюдение правила. И если это будет на постоянной основе и очень грамотно соблюдаться, то тогда дети уже это будут соблюдать и привыкнуть к этому. Не забываем, что привычки формируются в течение двадцатого дня, а по некоторым источникам даже за шестьдесят шесть дней тоже возможно. То есть в варианте Д все же тоже правильно. Вариант Е. Преподаватель использует лекции, связанные с реальными жизненными ситуациями, как основной метод активного вовлечения учеников в учебный процесс, развитие их возможностей для активного обучения и критического мышления. То есть цель учителя вовлечь жизненными, как основной метод, активное вовлечение в учебный процесс, развитие их возможностей и активное обучение, а также развить критическое мышление. То есть учитель хочет сделать это но она для этого выбрала ненормальный такой несоответствующий прием это лекции лекционные занятия никаким образом не вовлекают учеников и не обеспечивать всего того что хотел сделать учитель вот например то что варианте c увлекательный стиль они взяли да это окей это достаточно это даже достаточно интересно и познавательно а вот лекционные задания они наоборот обеспечивают ну экстраверту будет не интересно а человеку с визуально пространственным интеллектом он уйдет в себя он просто это слушать не будет поэтому лекционные задания неплохие вообще лекционные занятия это тоже неплохо но их нужно разбавлять чем-то чтобы ребенок всегда был таком в таком активном движении чтобы он периодически расслаблялся или как-то разряжали разряжать обстановку надо то есть вариант е неверный здесь учитель допускает ошибку чтобы развить эти навыки нужно использовать активные методы обучения и тогда учитель добьется этих целей на этом все уважаемые коллеги я вам всем желаю удачи до свидания